Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, на библейском портале экзегет мы продолжаем рассматривать первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. И сегодня читаем и толкуем четвертую главу. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». И вот действительно, ох, как много лжепророков, и покуда существует ложь в мире от падения Адама и Евы вплоть до конца истории, так будут и лжепророки. Поэтому, если кто-то подходит к вам и говорит, что я знаю какие-то сокровенные духовные истины, которые не знает никто другой, что я обладаю каким-то тайным эзотерическим знанием, вот сообщу тебе невероятную духовную силу, то не верьте и не слушайте, потому что за всеми этими призывами стоит дух гордости. Вот тот дух, которым обладал и обладает дьявол, вот это вот я, гордыня, и именно этот дух и преобладает у лжепророков, всех тех, кто создают различные тайные учения. То есть, главный принцип, который нужно себе усвоить, не все, что свыше от Бога, и не все, что кажется духовной силой, какими-то сверхъестественными чудесами, не все это имеет благодатный характер, не все это от Господа, потому что и враг рода человеческого, дьявол, очень легко обманывает людей. И далее апостол Иоанн Богослов пишет следующие строки. «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире». И многие, кто читают эти строки, притыкаются и думают, ну, в чем же здесь, собственно, принцип различия истины от лжи в исповедании Христа, пришедшего во плоти. А дело все в том, что если мы посмотрим, чем руководствуются вот эти вот оккультисты, экстрасенсы и всевозможные учителя, которые навязывают свои эзотерические учения, то все они говорят либо о своих биотоках, о каких-то своих скрытых личных возможностях, которые раскрылись путем экстрасенсорных тренировок, либо они говорят об астральной энергии, о каких-то космических силах, к которым они подключились. И Иисус Христос, как Сын Божий, пришедший во плоти, им глубоко безразличен. То есть они либо на себе сосредотачивают, либо на каком-то холодном космосе, а на самом деле находятся в зависимости от падших духов. Вот христианство, сила христианства как раз в том, что мы исповедуем Сына Божия, явившегося во плоти, и Господь, Он стал подлинным человеком, чтобы открыть нам пути к раю, чтобы подаровать нам подлинную божественную силу. И вот та вот истинная сила, которая проявлялась посредством святых, проявлялась Духом Святым, она действовала только за счет того, что люди святые не какие-то свои силы личные раскрывали, а были приобщены ко Христу, Сыну Божию воплотившемуся. «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». И на самом деле это так и есть. Встречалось очень много людей, увлекавшихся разными вот этими эзотерическими учениями, и достаточно быстро они все терпели крах. У каждого наступал так называемый постоккультный синдром, когда эти как бы духовные силы проявляли не то чтобы свою несостоятельность, они проявляли свою разрушительность для человека. Поначалу он вроде бы даже какие-то чудеса творил, но наступал момент, когда все эти силы обращались против него и лишали его сердечного мира, разрушали его семью, лишали его здоровья. И такой человек достаточно быстро понимал, что он лишел подлинной духовной силы. Ему хотелось вернуться к обычной человеческой жизни. Вот так все ложное, все лживое, и от этих духов, происходящее от этих лжепророческих духов, оно терпит крах. А, как говорит апостол Иоанн, «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Действительно, Дух Христов и Церковь Христова, она продолжает мирно, тихо существовать, и люди исцеляются от недугов, освобождаются от одержимости, восстанавливают свои семьи, получают просимое в молитвах, потому что Дух Христов несет эту удивительную победу. «Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения». Вот удивительно, что обычно ко Христу обращаются люди, с ищущей совестью, с ищущим сердцем. То есть те, кто не успокоились на земном, не удовлетворяются каким-то комфортом, обычным таким вот, то, что в магазине можно купить, скушать, попробовать. А у кого есть внутренние какие-то глубокие потребности, и вот это вот ищущее сердце, оно обязательно откликается, потому что совесть дана от Бога, и вот как говорит апостол Иоанн, знающий Бога слушает нас, то есть воспринимает вот эту апостольскую проповедь и в конечном итоге воспринимает истину спасения. И далее апостол Иоанн переходит к своей самой главной истине, о которой он постоянно напоминает и против которой мы, к сожалению, постоянно погрешаем. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога, и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Вот очень трудно выразить эту истину, настолько она глубока и чиста, и настолько часто мы против нее погрешаем. Но если вот подумать, вот каждый человек, он перед любовью благоговеет. Вот чего хочет абсолютно любой человек? Если подумать, то все-таки не денег он хочет, не богатств, не каких-то дорогих машин, там, смартфонов, телефонов. Ему хочется чистой, искренней любви. И любой человек понимает, что счастье человеческое, оно только тогда, когда есть любовь. А если нет любви, то ничто тебя не радует. Хоть чем тебя завали. Вот как, знаете, один сын американского миллионера, он в раннем возрасте покончил с собой, и рядом с ним нашли записку такого содержания. «Взял от жизни все, не нашел в ней ничего интересного, ухожу из жизни добровольно». То есть вот эта вот пустота внешних мирских благ, она поглотила его, и он не мог этим насытиться, потому что душа-то жаждет просто любви, чистоты, доброты. И без этого мы оскудеваем. Поэтому вот апостол Иоанн Богослов, он призывает нас и говорит, что духовная жизнь должна представлять собой битву за любовь. То есть очищать свое сердце, чтобы в нем сияла любовь. Потому что Бог есть любовь. И как же мы будем с Богом, который есть любовь, если сами мы по своей жизни будем ненависть, злоба, раздражение? Вот апостол Иоанн, он говорит, что только любящий рожден от Бога. Это значит, возникает особое духовное родство нашей души с Господом. У кого в сердце чистая любовь, тот родствен Богу. И это выше всего, что есть в нашем мире. Кто не любит, тот не познал Бога. То есть только любовь открывает подлинное духовное познание. Невозможно созерцать Бога, не приобщившись к любви. Потому что Бог есть любовь. И вспоминается преподобный Силуан Афонский, удивительный святой, из простых крестьян. И какие у него удивительные истины открываются в его писаниях. И вот когда он однажды очень сильно унывал, молился, и вроде бы не мог освободиться от нашедших на него искушений, то уже в отчаянии он готов был произнести, что ты, Господи, неумолим. И вот в этот момент, когда вроде бы сердце его уже надрывалось, ему было дано увидеть лик живого Христа, преисполненный неизреченной любви, такой любви, такого света и такой духовной поддержки, что это невозможно ни с чем больше сравнить. Вот как мы не можем солнце сравнить с уличным фонарем, как мы не можем саму жизнь сравнить с какими-то глупыми мечтами. И вот это вот видение Христа и познание Господа как любви, оно преобразило преподобного Силуана, может быть, за счет этого он и стал преподобным. И далее он всегда всю свою жизнь уже свидетельствовал, что Бог есть любовь, любовь неизреченная. Вот дай Господь нам приобщиться этой любви. А апостол Иоанн Богослов, который лично созерцал Христа, Сына Божия, он продолжает и говорит, «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Вот какая удивительная вещь, что Божия любовь, она всегда раньше нашей любви, она всегда предваряет нашу любовь. И Господь любит нас даже тогда, когда мы сами Бога не любим. Господь готов даровать нам райские блага, даже когда мы отворачиваемся от этих благ. Может быть, секрет ада как раз в том и заключается, что мы своей душой не хотим воспринять Божию любовь и благо райские, которые в изобилии нам даны. И вот какая здесь удивительная вещь, о которой говорит апостол Иоанн. Любовь Божия открылась нам в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. А давайте подумаем. Вот вообще любовь даже в нашем привычном человеческом земном измерении. Подлинная любовь разве может быть бездейственной, не проявляться? Вот если ты сидишь на диване и думаешь, что ты всех любишь, но при этом закрылся от всех, то это не любовь, а себелюбие, такое самоуспокоение, что я от всех отгородился, и ни до кого мне дела нет, ну и вроде как я всех люблю. Это самообман. Подлинная любовь, она непременно проявляется в каком-то действии. Уделить время другому человеку, проявить заботу о нем, даже просто подарить цветы, то есть любовь непременно воплощается в каком-то действии. И Божья любовь, она действительно воплотилась. Воплотилась в прямом смысле, потому что Сын Божий воспринял плоть человеческую. И в лице Господа Иисуса Христа на земле явилась воплощенная Божья любовь. И это, кстати, вот то, что в свое время очень удивляло Наполеона, когда он уже был сослан на остров Святой Елены, и там, имея много свободного времени, читал Священное Писание, и он восхищался, что Иисус Христос — это единственный, кто покорил мир любовью, потому что разные были завоеватели. Александр Македонский, Кесарь Август, сам Наполеон пытались завоевать мир путем насилия. И только Иисус Христос своей бескорыстной, жертвенной любовью завоевал мир, потому что сердце человеческое откликается только на любовь. И самая высшая любовь — это любовь жертвенная, когда ты готов воспринять на себя участь того, кого ты любишь. Вот один подвижник, он вспоминал свое детство, когда он сильно заболел, и мама его говорила отцу, что я готова вот себя отдать на растерзание, только бы он выздоровел. Вот мама по своей любви к нему готова была понести любые страдания, только чтобы спасен был ребенок. И он действительно был спасен, исцелен, но вот эта вот жертвенная любовь, любовь мамы, она запечатлелась у него на всю его жизнь, и это и есть образ любви Христовой, любви Божией, то есть любви жертвенной, потому что в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Это величайшая тайна, пред которой мы можем только благоговеть. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. «Бога никто никогда не видел». Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Вот очень часто мы слышим вот эту цитату «Бога никто никогда не видел», но редко слышим ее продолжение, то, что Господь становится созерцаем в нашей жизни, когда Его любовь пребывает в нас, в наших взаимоотношениях друг с другом. И вспоминается такой пример из древнего Патерика с Авой Серапионом, который по любви к язычникам продал себя в рабство. Он продал себя комедиантам за какую-то сумму денег, эти деньги запечатал. И он трудился у них настолько усердно и являлся в свое доброе расположение, что, в конце концов, эти язычники, семья комедианта, они заинтересовались его верой во Христа. Вот что же у него такое, что он являет такую удивительную любовь. И в конечном итоге он их обратил ко Христу, и он их крестил. И когда они сподобились уже вот этих духовных благ, сами соприкоснувшись со Христом, то они решили даровать свободу Аве Серапиона. И тут только он и раскрыл им, что он и не искал от них никаких денег, когда продавал себе, и он вернул им эти деньги. И по любви к ним он продал себя в это рабство, чтобы их привести ко Христу. Вот это и есть пример жертвенной любви, когда человек думает не о себе, а о благе ближнего. Вот, конечно, до такой любви мы не способны, но самое главное, что нужно усвоить во взаимоотношениях друг с другом, это думать все-таки не о себе, а о другом. Думать не о том, что мне кто-то что-то должен сделать, а чем я могу помочь ближнему, какую радость я могу принести в его жизнь, чем я могу поддержать его, утешить, или хотя бы просто помолиться о нем. В этом и есть любовь Божия, и когда такая любовь будет сиять в нашей жизни, то люди, неверующие, тоже будут видеть Бога, который невидим по своему существу, они будут видеть его в жизни христиан. Что мы пребываем в нем, и он в нас, узнаем из того, что он дал нам от Духа своего. И здесь речь уже идет о Святом Духе, то есть не только вот Бог Отец и явил любовь, и Сын Божий, который на земле воспринял страдания ради нас, но и Дух Святой, Он действует на земле, действует в церкви, преображая и одухотворяя людей. И даже лицо таких людей, оно меняется и преображается. Это живой конкретный опыт, когда молодой человек, который жил, непонятно чем, до этого, вот он идет на исповедь, и впервые исповедуется в своей жизни, потом возвращается, и мама с удивлением говорит, что с тобой, у тебя лицо сияет. А он просто всего лишь исповедовался, но исповедовался во всех своих грехах, которые у него были, и принял решение отказаться от этого. И его исповедь, она его преобразила. И вот эта вот благодать Святого Духа, которая обитает в церкви, она несет нам преображение. Вот об этом и говорит апостол Иоанн, что мы познаем это из того, что Он дал нам от Духа Своего. А Дух Святой есть Дух Святости и Святыни, чистоты и очищения, чтобы мы, очистившись, приобщились к Святыне. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Вот вроде бы простые всем известные строки. Отец послал Сына Спасителем миру. И мы исповедуем Иисуса Христа как Спасителя. Но, во-первых, апостол Иоанн говорит, что мы видели, и он действительно непосредственно видел. И он делится вот этим свидетельством. Но хочется упомянуть еще вот кое-что. Вот если посмотреть дохристианские языческие представления о загробной жизни. Все они сводятся к тому, что душа человеческая после смерти нисходит в аид, в царство теней, в мир призраков. И в языческом представлении, в представлении дохристианского мира, душа человека после смерти это вот как такая унылая тень, которая уже лишена каких-либо благ, сходит под землю, в ад, и там пребывает в тоске и томлении. И вот это языческое представление на самом деле было верной интуицией. Язычники сами чувствовали, что душа человеческая после смерти обречена на гибель. Но когда пришел Христос, то он выводит людей из ада. Он выводит всех, кто готов принять его. Он дает радость Царства Небесного, благо рая. И об этом-то и говорит святой апостол Иоанн в этих вроде бы простых строках. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем мира. Он спас весь мир, и язычники пришли в церковь. И теперь совсем другое представление. о посмертной жизни. Теперь нам открыты двери небесного вечного царства. И это удивительная радость. И вот, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Вот христианин это тот, кто и воспринял Божию любовь, и свидетельствует о ней, свидетельствует прежде всего своей собственной жизнью. Это исповедание пред угрозой страданий, смерти, как было в первохристианские времена, и как было в 20-м веке. Вот как один священномученик, святитель Макарий Гневушев, когда его повели на расстрел, он спокойно стоял и молился, и красноармеец, который должен был его расстреливать, настолько удивился, что святитель Макарий смотрит на него с любовью и добротой, и даже благословил он этого красноармееца. И это стало, он вынужден был исполнить этот приказ, но впоследствии глубоко в этом раскаивался, и сам говорил, что я убил святого человека, но можно убить тело, а невозможно убить душу, потому что душа таких людей, она вместе со Христом, и Христа они исповедовали своей жизнью, своими страданиями, исполняя слово апостола Иоанна Богослова. А святой апостол еще раз свидетельствует. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучения, боящиеся несовершен в любви. И все мы часто испытываем какие-то страхи, какой-то малодушие, тревоги, переживания, зачастую пустые, глупые какие-то переживания. А почему так? Да потому что мы не видим и не осознаем, что всегда рядом с нами есть Господь, который нас любит, и Он никогда нас не оставит. Всегда мы можем обратиться к Нему, и Он всегда поможет. Более того, вот эта вот любовь, она имеет такую силу, что мы можем получить дерзновение в день суда, но, конечно, при том условии, если поступаем в мире всем, как Он, то есть, когда Евангелие становится для нас образцом для подражания. И по большому счету, вот страшный суд, он теряет свои устрашающие оттенки для тех людей, которые любят. Потому что, если ты любишь Христа и любишь ближних, то встреча со Христом на страшном суде для тебя будет радостным событием. Это уже не суд, а радостная встреча, встреча с тем, кого ты сам долго и долго ожидал. Поэтому, конечно, вот чтобы пройти этот суд, нужно постараться нам стяжать любовь, потому что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. и без любви невозможно издинение с Господом. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». А вот таким образом и возможность практического применения этой заповеди. Господь посылает нам всегда каких-то людей, которые зачастую нам представляются несовершенными, да мы и сами несовершенны, которые кажутся нам неприятными, в чем-то они нас ущемляют, мешают. Но если мы постараемся все-таки и при этих немощах наших ближних любитих постараться вот расширить свое сердце и принять человека таким, какой он есть, то потихоньку заповедь о любви она будет и в наших сердцах сиять, сиять, как солнце. Вот дай Господь нам постараться исполнить эту заповедь, потому что вот мы действительно не видим Бога и как можно говорить, что я люблю Бога, если при этом ненавижу ближнего своего. Если ты ненавидишь ближнего, то это вот как динамит, на котором ты сидишь и в конечном итоге он взорвет тебя самого и ты сам от этого пострадаешь и только любовь чистая и бескорыстная она несет человеку счастье, дай Господь всем нам стяжать эту любовь силой Духа Святого, о котором говорит апостол Иоанн Богослов. А на этом мы завершаем рассмотрение четвертой главы и с Божьей помощью в следующий раз рассмотрим главу заключительную. Всего вам доброго!